Вермахт чувствует себя спокойно, знает, что у них оборона. Заснеженные берега реки Маклаковка на окраине Лесосибирска на несколько часов превратились в поле боя далекой Литвы времен Великой Отечественной. Именно там в декабре 44-го разведывательный отряд Ехима Белинского вступил в схватку с войсками Вермахта. Красноярские и лесосибирские реконструкторы постарались детально восстановить события этого сражения. Уже знали, что мы поедем и к этому готовились целенаправленно. То есть приводили в порядок униформу. Именно к этому периоду мы, можете увидеть, что мы все однообразно одеты достаточно. То есть все именно по тому периоду смотрели, как были части именно конкретно на этом участке фронта обнированных, потому что были определенные различия в снабжении вещевом. И мы целенаправленно, именно полностью, практически воспроизвели именно условия тех боев. Ефиму Белинскому было всего 19 лет, когда он в должности командира разведовзвода 133-го артиллерийского полка совершил свой подвиг. Вжиться в роль молодого солдата и закрыть собой амбразуру выпало лесосибирцу Артему Егорову. Мы когда собирались сюда, когда прибывали партизаны, когда прибыли немцы, все равно проникаешься вот этой атмосферой и чувствуешь, что ты находишься не в родном городе, а где-то на поле боевых действий. Постановочный бой собрал десятки зрителей. Реконструкция сражения привела в восторг всю окрестную ребятню. Даже взрослые не смогли остаться равнодушными, наблюдая за развернувшимся перед ними представлением. Мы можем увидеть вот этот облик людей, то есть воевавших когда-то, отстаивавших свободу нашей страны. Ну и, собственно говоря, вот услышать как бы вот этот вот ход боя. Ну, кто-то у нас слышал, кто-то нет. Но я думаю, что как бы вот для молодого поколения это нужно. Память о Ефиме Белинском чтят не только в Лисосибирске, где прошло его детство. В честь него названа улица в Красноярске, а недалеко от места гибели юного героя стоит мемориальный камень. Сергей Сеславин по материалам Лисосибирской телекомпании. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!